Безусловно, новостью недели стало громкое ограбление банка в городе Салаватия. Содрудница Россельхозбанка Луиза Хайрулина похитила 23 миллиона рублей и скрылась в неизвестном направлении вместе с мужем и двумя малолетними детьми на автомобиле Рено Дастер. Вот уже дней пять как это случилось, ее все еще не поймали. Но, собственно, интересно здесь не сам факт вот этого хищения, ограбления, похищения, а факт того, как к этому отнеслись жители республики, какие у них эмоции вызвало это событие, и как констатируют практически все социологи, психологи и вообще люди, которые этим заинтересовались, удивительным образом граждане встали на сторону вот этой разбойницы Луизы Хайрулиной, которая, значит, с 23 миллионами находится в неизвестном направлении, ищут, пожарные ищут милиции и не могут ее найти. Граждане высказали удивительное, дружное, стройное сочувствие и одобрение этого поступка. Вот этот феномен, конечно, достоин того, чтобы в нем разобраться. Почему население столь массово и столь дружно одобряет преступления, одобряет кражу, хищение, наверное, стоило бы задуматься и поискать ответы на этот вопрос, потому что это ненормально, как минимум. Но лежащая на поверхности, предположим, какая-то фундаментальная причина здесь ясна, это то, что много десятилетий банки и вообще государство грабит население, так или иначе изымает у него малейшие накопления, малейшие, значит, саккумулированные деньги. И вот эта естественная агрессия в сторону банковских структур, она, наверное, более-менее понятна. Но сам факт того, что одобряется преступное деяние, вот это, конечно, история такая феноменальная, наверное, надо разбираться, понимать вот это все. Потому что массовое одобрение обществом преступления – это очень опасное явление, потому что непонятно, неизвестно, что дальше одобрит это общество. Там расправы, суд линча, какие-то грабежи на улицах, что еще дальше случится. То есть люди уже вон там в одной из республик, там дети набросились с кулаками на депутата от «Единой России». И это тоже вызвало какое-то совершенно необъяснимое одобрение, восторг, аплодисменты, то есть многочисленные перепосты. Вот мальчишка, значит, напал и врезал по лицу там заслуженной женщине депутата от «Единой России». Это не вызвало ни возмущения, ни недоумения, это вызвало восхищение. И то же самое с Луизой Харулиной, героиней Башкортостана, в том смысле, что она, похитив эту сумму денег у банка, если бы она похитила у старушки или у кого-нибудь еще, наверное, бы люди не так ее одобряли. А вот у банка в этой общественной морали красть можно. Вообще, конечно, эта история очень нехорошая, неприятная, и надо бы сделать какие-то выводы из подобных реакций. В Уфе триумфально завершился праймерес «Единой России». Рустем Ахмадинуров победил в неравной и тяжелой борьбе с самим собой на этих квази-выборах. Вообще, на фигуре Ахмадинурова надо остановиться отдельно. Ахмадинуров, как и многие члены команды Хабирова, вернулся в обозе этой команды в Уфу из Красногорска. Там он руководил футбольным клубом. Ну, вот это вот всегда симбиоз политики и футбола. У нас в Башкирии очень напоминает мне вот эту Латинскую Америку, в которой я сейчас нахожусь. В том смысле, что здесь тоже футбол, политика и музыка, вот это главное, что для них есть. Из этих трех компонентов обычно формируется власть. Ну, еще немножко здесь наркотики присутствуют в этом цементе. Так вот, Ахмадинуров был руководителем футбольного клуба «Зенит» в Красногорске. Там какие-то местечковые деревенские победы, какие-то триумфы, бесконечный Монсон вокруг. В общем, вот этой ерундой занимался Ахмадинуров в Красногорске. Вернувшись в Уфу, ему не нашлось серьезной позиции в правительстве, хотя поговаривали о том, что он может стать министром образования, культуры, там еще чего-то такого важного и полезного, однако ему выпала доля печальная, прямо скажем, неблагодарная. Это руководство региональным исполкомом партии «Единая Россия». Ну, все мы знаем, что такое «Единая Россия», и отношение к ней уже практически, наверное, сформировано в обществе. Это какая-то абсолютно демоническая, вражеская организация, которая несет государству и населению разрушения и беды. Соответственно, вот Ахмадинурову воткнули на эту должность. Конечно же, Рустам Ахмадинуров питает иллюзией о том, что в 2021 году ему удастся перебраться из кресла депутата госсобрания Республики Башкортостан, которую он практически гарантированно уже получает, в кресло депутата Государственной Думы Российской Федерации. В 2021 году будут новые выборы в Госдуму. Однако я не уверен, если честно, что вот это случится с Рустамом Ахмадинуровым, потому что уже сейчас раздаются тревожные звоночки, уже сейчас идет негативная оценка того, как Ахмадинуров организовал работу в исполкоме. Работа эта организована из рук вон плохо. Все, к чему прикасается Рустам Ахмадинуров, превращается в прах или в руины. В общем, и так не процветавший исполком, конечно, опускается уже в болото бездействия и бессмысленности. Стоило бы отметить еще и то, что руководство Республики категорически не доверяет Ахмадинурову серьезные процессы. Иллюстрируется это тем, например, что никакие финансы Ахмадинурову не даются в руки для развития функционирования исполкома. То есть, если какие-то нужны деньги, ему это покупают на что-то. То есть, ему нужно купить скрепку, он должен заказать, ему оплатят. Он должен купить кресло, ему тоже нужно бумагу написать, ему оплатят. В общем, абсолютная несамостоятельность финансовая, то есть, она говорит, конечно же, о недоверии, конечно же, о той здравой, на самом деле, оценке со стороны Хабирова деятельности Ахмадинурова. Человека, который, по сути, никогда ничего до конца не довел, толком не создал, а все, что было, потерял или развалил. Как и в Мексике, в Башкортостане футбол стал цементирующим таким явлением, которое призвано вокруг себя сплотить население, благодарных жителей и так далее, и так далее. Для этого был создан футбольный клуб Уфа, и вот начались разговоры о необходимости строительства стадиона для футбольного клуба Уфа. Хабиров обратился к населению с просьбой обсудить этот вопрос, надо ли, не надо ли, но с таким очень назидательным намеком о том, что оно, конечно, надо. Вопрос только, где будем строить. А я бы вообще поставил вопрос иначе. А нужен ли он вообще нам, этот футбольный стадион? Есть ли у нас какие-то иные насущные проблемы, которые можно было бы, скажем, решить за счет достаточно больших денег, которые будут потрачены на эту футбольную арену? А речь идет, наверное, где-то о трех миллиардах рублей. И вообще, вот этот вот спортивный кластер, как известно, это самое коррупционно емкое явление. Все мы помним, как строились объекты Олимпиады в Сочи, все мы помним, как удваивались, утраивались сметы. Все это расползалось по карманам строителей и политиков, которые влияли на эту ситуацию. Я нисколько не сомневаюсь, что если удастся пробить вот эту вот Уфа-арену новую для футбольного клуба Уфа в Уфе, тогда, конечно же, вот эти коррупционные деньги потекут в карманы заинтересованных лиц. И очень некрасиво на этом фоне выглядит вот эта вот хлопота Хабирова по поводу устройства этой футбольной арены. Несмотря на то, что господину Мурзагулову в последние месяцы отстранили от участия в процессах вокруг футбольного клуба Уфа, более того, ему даже как-то очень негласно, но очень настойчиво было дано понять, что он не имеет права вмешиваться в финансовые процессы, в администрирование тех процессов, которые идут в клубе. В общем, по рукам стукнули Ростиславу, однако он все еще чувствует себя в теме, видимо, хочет вернуться, поучаствовать, и, как говорится, пила у него тоже есть, и вот он тоже в публичном пространстве начал, значит, рассуждать, ну, немножко в такой своей истеричной манере, ну, давайте отменим футбол, тогда что же у нас останется, да? Ну, как будто футбол это важнейшая основополагающая религия, и вот мы давайте ее, значит, отменим или опровергнем. Ну, в общем, выглядит это все не здорово, выглядит это как заинтересованность конкретных людей в этом объекте, и понятно, какого плана эта заинтересованность. Хотелось бы, чтобы жители Уфы сами подумали и решили, нужна им эта футбольная арена или нет, или, может, нефтяника достаточно, который и так не заполняется. На эти матчи никто не ходит. На самом деле, вот этот футбольный клуб Уфа, это клуб именно для красногорских товарищей, а не для жителей республики, ну, и так далее. В общем, здорово было бы, если бы население четко и внятно высказало свое мнение, а не вот эти вот речевки и призывы Хабирова и Мурзагулова. Как сообщил нам начальник службы прогноза и предотвращения окислительных процессов УГОКа, надо же, какая должность есть, господин Армен Утигенов, продолжился процесс затопления сибайского карьера. Несмотря на все вот эти увещевания со стороны и Хабирова, и представителей УГОКа, и уж там рвущих на всевозможные флаги себя и своих подчиненных администрации Сибая, задымление в городе не прекратилось, ПДК регулярно превышается, несмотря на то, что сейчас стоит жесткий запрет на обсуждение этого в государственных СМИ, вообще упоминание и так далее, Сибай продолжает задыхаться. И вот пришло это сообщение о том, что затопление будет продолжено. В этот раз не были названы какие-то сроки, не были названы какие-то отметки глубины и высоты о затоплении, было просто сказано, что продолжается это затопление. Вероятнее всего, конечно, карьер придется затопить полностью, и речь идет именно о тех частях карьеры, где продолжается добыча, значит, вот этого сырья, и эти шахты тоже придется затопить. Кроме всего прочего, прошло неподтвержденное пока сообщение о том, что в начале года, в феврале, произошла какая-то техногенная катастрофа в этих шахтах. Я пока не получил точного подтверждения, но в СМИ нигде не было информации о гибели людей. И вот сейчас я попытаюсь узнать, есть у меня телефоны родственников тех, кто предположительно погиб уже после Нового года в этом карьере. Сам факт того, что вот об этом молчат и не говорят, конечно, очень настораживает. Буквально вчера мне стало известно, что Кирилл Бадиков, депутат Горсовета и владелец крупнейшей строительной компании «Госстрой», покидает пост руководителя Уфимского городского агентства ипотечного кредитования, так называемого «УГАИК». Ну, казалось бы, что тут такое, и вообще, что такое этот «УГАИК», мало кто знает и понимает, но есть нюансы. «УГАИК» в последнее время стал полноценным застройщиком, получил крупный кредит в Сбербанке на 300 миллионов рублей под личное поручительство господина Бадикова, и «УГАИК» — это единственный застройщик в Башкирии, который оформил систему эскроу-щитов. Ту систему, которая заработает с 1 июля, и которая сменит собою систему долевого строительства, которого больше в России не будет. Что такое уход Бадикова из «УГАИКа» и вообще, как это может повлиять на дальнейшее развитие событий? В моем представлении у Бадикова отобрали эту структуру, причем структуру не пустую, а вот уже с такими деньгами, возможностями и функциями. Вероятнее всего, это какая-то борьба и игра внутри мэрии. Я думаю, что этот кусок достанется кому-то из новой команды, либо даже представители администрации Хабирова, потому что там очень такой бодренький интерес. Вообще, где бы чего бы такого перехватить, отхватить, а «УГАИК» оказался лакомым куском. Еще важнее понять, как это может повлиять на судьбу объектов строительства госстроя, той компании, которой владеет Бадиков, а у него там не все в порядке. Мы помним, как в прошлом году был такой серьезный кризис доверия к этой компании, и кое-как Бадиков, в общем-то, выбрался из этой ситуации, продав какой-то участок, вложив эти деньги частично в строительство объектов на Комсомольской, кое-как это все дело замяли. Однако я прогнозирую, что в ближайший месяц кризис вокруг компании «Госстрой» разовьется с новой силой и коснется практически всех объектов, которые находятся в зоне строительства этой компании. В первую очередь, это, конечно, Белая река. Этот объект, который уже сейчас довольно в напряженном состоянии находится, уже огромное количество вопросов, звонков и писем на тему, что же происходит и как долго еще будет Бадиков перезаключать договора долевого строительства. Я прогнозирую, что в ближайший месяц, конечно, начнется, во-первых, кризис в самой компании, потому что нет предпосылок для того, чтобы безболезненно выходить из этих процессов. Нет куда больше получать деньги. Я не думаю, что у «Госстроя» сейчас прекрасно идут дела с продажами, хотя бы потому, что они прекрасно не идут почти ни у кого. И, соответственно, мы, наверное, увидим, как вот эта проблема добавится в копилку проблем дольщиков Республики Башкортостан и Уфы. А масштабы объектов «Госстроя», пожалуй, что удвоят количество людей, попавших в трудную ситуацию в связи со строительством в Республике Башкортостан. Ну, теперь вернемся снова к политике, к веселью. Под конец передачи у нас принято говорить о веселом, и поговорим о веселом. Ну, самым веселым явлением прошедшей недели, конечно, было самоводвижение госпожи Куцуевой на пост кандидата в главы Республики Башкортостан. В современном мире достаточно написать об этом в Фейсбуке, и можно считать себя кандидатом на какое-то значимое место. Примерно так и поступила Евгения Анатольевна. Она заявила во всеуслышании, ну, ровно в то услышание, которое у нее есть в социальных сетях, о том, что она намерена баллотироваться в главы региона, в главы Республики Башкортостан. Ну, что же. При всем моем нежном отношении к Евгению Анатольевне, я, конечно, как политтехнолог, понимаю всю провальность этой затеи. Мне непонятна причина и, ну, вот эта потребность в подобном, значит, эпатаже. Если это просто игра или какое-то там самоудовлетворение внутренней, там, какие-то удовлетворения каких-то тщеславных потребностей, ну, это полбеды, ладно. В принципе, это нормально, неплохо и пускай. Если это попытка, ну, на добровольных началах сейчас, а потом уже, видимо, на другой базе спойлерить и в определенном смысле способствовать приданию какого-то легитимности выборов Хабирова, это, конечно, нехорошо, потому что мы все понимаем, что сейчас вокруг выборов сложилась довольно напряженная обстановка. нет никаких, значит, конкурентов или альтернативных кандидатов, и потому, ну, конечно, Хабиров выглядит достаточно нелепо и неприлично в этой позиции. И вот это подбегание к нему сейчас разных фигур, там всевозможных, значит, вот этих вот кинг-сайз топ супер грейд моделей и Евгении Анатольевны в красном пиджаке, это все выглядит немножко неприлично и неправильно. То есть можно сформироваться такая достаточно многочисленная группа вот этих вот конкурентов Хабирова, что кому-то может показаться, что это действительно выборы. Ну, посмотрим. На следующей неделе я намерен вот по возвращении сразу же из этих райских мест пообщаться с Евгением Анатольевной лично и понять, насколько искренне ее, значит, вот эти порывы к справедливости и честности выборов. А еще у нас на прошлой неделе случился гражданский форум Башкирии. Да-да, не смейтесь. Целый гражданский форум, куда собрали всех, ну, как казалось, администрации Хабирова, гражданских активистов, сконцентрировали в одном месте всю мощь и силу социального движения, социальных, значит, позывов внутри республики Башкортостан и, значит, ну, зачем-то их собрав вместе, пообщались. Выглядело это все, конечно, дико абсолютно, то есть со стороны и в том виде, в котором это, ну, подавалось в печати, в СМИ, даже, ну, чрезвычайно лояльное нынешнему, значит, режиму в Башкирии Руфа Рахимова, и та как-то с каким-то, ну, таким уже нескрываемым сарказмом написала об этом событии. Она сама там присутствовала, к ее, как бы, недовольству и гневу ее никто там не заметил и не определил там в какой-то президиум либо руководству вообще всего этого процесса, а у нее, конечно, очень большой опыт работы в НКО и так далее, то есть, ну, вот эти вот обиды, они были, пожалуй, что главным движущим фактором на этом сборище. Там понятно, что, значит, были все уже набившие оскомину у нас в Башкирии лица, которые иллюстрируют, которые собой вот это вот гражданское общество, и в стереотипном восприятии этим гражданским обществом являются госпожа Жукова и подобные ей, значит, бесконечные претензии на тему того, а вы на меня в суд подали, а я тут хорошими делами занимаюсь, и почему же нам не дают денег и бла-бла-бла, конечно же, вокруг денег основные претензии были, что злобное государство никак не финансирует этих святых людей. В общем, конечно, абсолютная позорная какая-то история, но самым смешным было, как за ней приглядывали, за этой, значит, неуправляемой толпой общественников. Смотрящих было трое. Одним из них был Шамиль Валеев, взлохмаченный, уставший, изможденный стоянием в очереди за квартирой. Он с каким-то таким грустным снисхождением взирал на всех этих беснующихся общественников, как-то так позиционируя уже себя на олимпе вот этой общественной жизни. Вторым смотрящим была госпожа Панчехина, почему-то ходящая с высунутым языком по этому мероприятию, какова она и была запечатлена на многочисленных фотографиях с этого сборища. Ну и третьим смотрящим был Мурзагулов, который, вытянув как гусь голову, поверх голов строго следил, чтобы кто-нибудь не нарушил заданные парадигмы и дорогому Радио Фаритовичу что-нибудь не показалось. Не дай бог какого беспорядка в общественной жизни республики Башкортостан. Кстати говоря, конечно же, главной задачей этого мероприятия было показать Хабирову, насколько вот этот вот триумвират Мурзагулов, Валеев и Панчехина контролирует общественное поле в республике Башкортостан. Конечно же, для этого были приглашены те, кто по определению под контролем. Ну то есть, это, конечно, была очередная фикция. Редактор субтитров А.Семкин